Первое, что я ставлю, это вот такие сухие шампуни от Бакиста. Остальные у меня всегда стоят где-то вот здесь, либо за вот этой вот крышечкой вот здесь. Также у меня здесь стоит очень вкусная, пахнущая свеча из Икеи. Она имеет пудровый аромат и он чем-то напоминает мне фиориты. Вот, очень люблю эту свечку. Вот такое у меня сто, он состоит из зеркал, который закрывается здесь третья линия, здесь ящичек. Давайте разберем всю косметику и составим все как нужно на свои места в этот ящичек. Здесь у меня тональная основа, базы, базы хвостений и консилеры. Эта тональная основа от Элизур хорошим своим свойством, но мне не понравится по цвету кожи, поэтому она идет в самый дальний угол и будет ждать лета. Также сюда идут всякие базы, тональная основа, BB крема. Сюда то, что я сейчас чаще всего использую это база от Паэте, BB крем от Элизур. Обзор, MAC Studio и Evelyn Cosmetics. На него я делала обзор в блоге, если хотите, я ссылочку оставлю под видео. Очень хороший бюджетный тональный крем. Дальше идет тональный крем от Make Up For Ever, GD, пробник, база от Туалья, редко использую, так как она в 202 оттенке, розовый, что мне не очень хорошо подходит, но я ее оставила. Дальше, консилер от Миша, база от Make Up For Ever, степ 1, консилер от Миша, его можно использовать как тональная основа. Дальше, сюда у нас идут помады, туши, блески, я их пока положила сюда, чтобы мне было удобнее расставлять. Это помада от Avon, мне она очень нравится, поэтому я ее оставила себе. Сюда и также идут Lolli Tint и High Beam, так как они сюда хорошо помещаются. Лоли тинтом я практически не пользуюсь. Вот такой вот цвет, мне он не нравится, никак румяна, никак не. Поэтому лежит просто, возможно, кому-нибудь отдам и кто-нибудь будет прописываться. И High Beam, это халатер. Решетки от Benfiti, иногда я им пользуюсь. Он имеет очень деликатное свечение. Вот так. Дальше идет помада от Slayer. Вот такая вот винная помада. Вот такая вот яркая фуксия. Вот такая вот минька от Chanel. Дальше вот такие два кузатика от марки Riri. Это корейская косметика. Я оставила себе всего два. Оставила тех оттенков, которые у меня нет. Помадовых помад. Вот такая вот помада от Everine Cosmetics. Надяхивает отзыв на нее в блоге. Ссылочку оставлю под видео. Дальше. Сюда же положу пигмент от MAC. Его очень много и мне кажется, что его никуда не есть расхода. Это все мои открытые туши. Какие-то мне нравятся, какие-то не очень. В общем, это все туши мои. Дальше сюда сложу блески. Базу еще вот для глаз вот сюда. Под низ я положу помаду вот такие две, которые я практически не использую. Но, может быть, когда-нибудь они пригодятся для образа какого-нибудь. Вот такой вот блеск. Он не такой прям красный. Он полупрозрачный. Полупрозрачный розовый. Как вот он выглядит. В принципе, достаточно хороший диск. Хорошо увлажняет зубки и долго держится. Дальше. X Lash от Alme. Мне эта сыворотка очень нравится. Реснички от нее, правда, растут. И результат держится очень долго. Вот еще одна тушь. Гель для бровей от Stellar. Гель для бровей и бровей от Maybelline. И Gimi Brow от Benefit. И вот такой, можно сказать, Chubby Stick от MAC для бровей. Дальше. База для глаз. Сюда ее кладем. Подводка для глаз от Evelyn Cosmetics. Вот эту бумажку не убирает. Только здесь оттенок. То, что она фиолетовая. А то больше нигде не показывает. В каком она цвет. И BB крем от Herborian вот сюда идет. CC крем от Alme идет вот сюда. И база Urban Decay идет вот сюда. Давайте дальше. Начнем с палеток. В общем, сюда будем складывать палетки. Все, что касается теней, румян, скульпторов, хайлайтеров. Первая палетка, которая самая большая, это Urban Decay и Smokey. Следующая палетка от Mimibox Pony. В коллаборации с блогером корейским. Вот такие здесь оттенки красивые. Дальше будет палетка от Sleek. Вот с такими вот оттенками. Это у нас Force of Natural Limit Edition. Я на эту палетку делала обзор. Ссылочку на блог оставлю под видео. Следующая палетка от Sleek будет от Del Mar. На нее я еще не делала обзор, но скоро сделаю. Поэтому идут пока вот так. Дальше идет пудра от Misha. Выглядит она вот так. Здесь был спонж. Ее можно наносить как влажным способом, так и сухим. Влажным мне не нравится такие продукты наносить. Поэтому использую ее как сутку пудру. Дальше тени от Everend Cosmetics. Мне нравятся вот эти фиолетовые оттенки. Да и розовые в принципе хорошие. Как-нибудь сделаю на нее обзор. Так как это бюджетная палетка. Отличный бюджетный скульптор для лица от марки Stella. Насколько я знаю, это была лимитированная версия Nudes. Здесь идет скульптор и хайлайтер. Они хорошо растушевываются. Скульптор не рыжит на лице. И ведут себя на лице очень-очень хорошо. И две палетки Plot Mac. Одна на 9, другая на 5. Дальше у нас пойдут румяна. Такого розового яркого оттенка. Такого вот очень интересного цвета. С небольшим сиянием. Все тени от Slick очень хорошо подментированы. Не вздыхай. Сюда помещу тени от Elluzor. У меня 4 штучки. Они такие очень увесистые и железненькие. Они занимают конечно много места. Но выглядят очень красиво. И мне жалко их выколупывать из Фортлара. Таких вот оттенков. Это очень красивый оттенок. Дальше. Просыпчатые пудры. От Cane Cosmetics и Innisfree. Поставлю вот сюда. Палетка от Naked 2. Urban Decay. С такими вот универсальными оттенками. Поставлю вот сюда. Идеально вписывается. Тут я уже поставила то, что я очень редко использую. Это вот такие тени от Key. И румяна от Holika Holika. Вот такие вот красивые. Их я больше держу у себя в коллекции. Как просто коллекционные. Так как очень красивый дизайн. И я практически не пользуюсь. Дальше. То, что я использую очень часто. Это хайлайтер и бронзер вот MAC. MAC Harmony. И... Вот такое название Mineral Eyes Skin Finish. Очень красивый хайлайтер. Два. Все продукты прекрасно раскушевываются. И... Ведут себя отлично. Еще положу сюда... Рита. Румяна от Stellar. Вот такого вот красивого. Припалено-розового оттенка. Хайлайтера. Хайлайтер от Cam Cosmetics. Румяна хайлайтер от Misha. Я назвала его больше хайлайтером. Я их использую очень редко. Такого вот розового. Такое свечение дает. Красиво. Но, конечно, не на каждый день. В компоненте идет очень хорошая пистичка. Который удобно наносить. Далее. Тени от MAC. Тенки. Аукс. Кто как читает. Хо. Хаукс. В общем, аукс. Гелевая. Гелевая. Кремовая подводка от Maybelline. Она мне уже дана. Но она долго не засыхает. Румяна. Румяна от Puyetle. От корейской марки. Румяна от Puyetle. Оттенок. Такой вот. Красивый. Это корейские тени. Мне не очень нравится. Когда они смотрятся на глаза. Поэтому. Я часто использую. Базу для глаз. Такая. Она давно. Но пока еще не столько, что лежит. Это тени от Shisei. Это кремовые. У меня ничего не происходит. Они не высыхают. Но. Как-то я уже. Не пользуюсь такими. Шиммерными оттенками. Покажу. Смотрите какой. Обрезка куда нет. Приломутровые. Жемчужные. Ну. Они у меня лежат уже. Давно. Снимаем. Ничего не происходит. Самый дальний уголок. И две пудры миниатюрки. От Laura Merci. И от Nakapara Hd. Подвинем. Немножечко. И вместим сюда. Палетку. Для бровей. В нее входит воск. И пудра. Также кисточка. И кисточка. И кисточка очень хорошая. Вот в этот ящик. Вот сюда. Я скажу то, чем я не пользуюсь. Но что мне возможно когда-то может пригодиться. Это. Тени от Maybelline. Color Totum. Латинки Taup. И двадцатая. Вот. Там какие-то корейские тени. Немножкие. Тени зелененькие. От Fish Shop. Два пигмента от Riri. И два пигмента Syher. Заказывала очень-очень давно. Также сюда положу мицеллярную водичку. И лосьон для рук. И лосьон для рук и тела. Здесь еще у меня лежит. Бальзам для губ. Под Baby Pot. Его уже осталось совсем чуть-чуть. Но он очень хорошо питает губки. Бальзам для губ. Масло для тела от Evoz. Здесь же у меня лежит. Масло для тела от Neux. Вот для кутикло. От Mela Mela. Мила Mela. Сюда я положу свой набор для маникюра. Вот так он у меня выглядит. Сюда еще положу пилочку. И вот такую вот красивую пилочку. с камешками Swarovski. Дальше у меня есть реснички и пучки. Пилочки вот эти. Клея у меня нет. Кончился. Поэтому пока я реснички не клею. Нужно купить клей. Сюда же я положу санитайзер для Ару. Вот марта Миша. Я его покупала очень давно. Но я думаю санитайзеру ничего не будет. Пахнет он спиртом. И свою работу он выполняется. Так же вот сюда положу вовнутрь чехольчики. Вот вот этих теней. Вот иллюзор которые. Каждая тенюшка была в бархатном чехольчике. И имел вот такой вот спонжик. Подбегающийся. Эту как раз я и положу. Вовнутрь. И вовнутрь. И вовнутрь. И вовнутрь. Так же еще положу вот сюда. Мою зажигалку. Зажигалку для свечки. Свечка у меня из Икеа. С очень-очень вкусным ароматом. Пудры. Горят очень похожи на Метеориты. Вовнутрь. И все. Здесь будет зажигалка. Под набор для маникюр. Я положила вот такой вот маленький клатч. Я уже рассказывала в блоге. И в инстаграм про этот клатч. Он сделан из натурального замша. Рисунок выполнен по указу. Какой я это захотела. Теперь давайте покажу, что у нас будет наверху. Возможно, что-то еще будет в этот ящик. Здесь у меня всегда стоит сухий шинфон. Они не мешаются, когда открываешь зеркало. Дальше. Здесь у меня стоят гидролаты. Это от Алисимустевая лавановая вода. Гидролат розы. От Mi & Co. Также Mi & Co. Гидролат гомомелиса. И гидролат жасмина от Mila Mila. В общем, я почему-то думала, что жасмин пахнет по-другому. Мне этот запах совершенно не нравится. И из всех я им реже всего пользуюсь. Также у меня здесь лежит уход. Это крем улиточный от Limoni. Он, можно сказать, идентичный крему от Mizon. Улиточный. Я использовала раньше Mizon. И они идентичны. И даже, по-моему, производятся на одном заводе. Дальше у меня здесь черный жемчуг. С эффектом омоложения дневной. Сейчас у меня кожа достаточно сухая. Он такой взбитый. И приятный в использовании. Здесь у меня стоят патчи. Корейские от Coilf. Наверное, как-то так считается. Это средство для снятия макияжа. Макияжа. Также вот такое вот средство. Супердрай от Aven Cosmetics. Чтобы ногти быстрее высыхали. Отличное средство. Помогает для сушки. И также оно идет с маслом. Очень хорошо ухаживается за котиклой. Очищающее молочко от Bio Beauty. Я его, наверное, в ящичек уберу. И вот эту смутку тоже в ящичек. Супердрай тоже. Тоже в ящичек. Чтобы здесь было поменьше всего. Здесь у меня стоят помады, которые выше, чем положено. Или которые вот ты. Я использую чаще всего. И помадка для бровей от Benefit. С кисточкой. Она в ящичке влазит. И лежку-то ей не хочется. Оставить. Поэтому там. Здесь у меня лежат открытки. Пускай будут. Это вот с Нью-Йорком. И на задний план у меня идут кисточки. И еще. Кое-какие нужно уже помыть. Кое-какие чистые. И карандаши. Я советую наденем в стаканчики. Но в коробочке. Давайте покажу. Что у меня тут есть с карандашей. Вот эта кисточка. Есть Мастер Коял золотой. Мастер Шейф от Maybelline. Мне нравятся вот эти карандаши. У меня их два. Один светлый, другой темный. Так как у меня где-то брови что-то между ними. Я их обычно смешиваю. Подводка от Иллюзор. Вот такая. С фетровым наконечником. Кончик конечно пишет хуже. Но мне именно эта подводка нравится прорисовка. В мере ресничного пространства. Хайбро от Benefit. Такой вот. Матовый. Осветляющий карандаш. Отличный. Каял. От. Ифроше. Такой кремовый. Очень хорошо. Наносится. Это запечатанный карандаш для бровей. Каял. От. Корейской марки. Это какой-то. Даже не знаю. Это какой-то каял. От марки. Стилу. Даже не знаю что это за марка. Он такого. Серого. Темно-серого цвет. Вяжу. Мастер-драма от Maybelline. Зеленого. Вот такого вот. Изумрудного. Не знаю видно или нет. Карандаш от Stellar. Похожий цветом. Чем-то на Maybelline. Но он матовый. А Maybelline имеет в себе шинер. И вот этот мне нравится. Больше. Да. Корейский карандаш Makelline. Имеет. Такое. Золотистое. С шиммером. Вот этот карандаш от People. Beauty People. Он выкручивается. Тот нужно строгать. Но они. Такие. Этот посветнее. Этот потемнее. Где-то еще был. Карандаш. Очень похож. на предыдущий. Карандаш зеленый. От Dell. Он очень мягкий. Такой. И ломается. Карандаш для Coolpot Stellar. Такой вот оттенка. Прозрачный. Карандаш. От DIVAGE. Для губ. Карандаш для губ. От L'Ambore. Такой вот красивый оттенок. Еще один карандаш от Dell для глаз. Их нужно строгать перед самым нанесением. Потому что кончик они гелевый. И кончик подсыхает. Оттенок очень красивый. Но фиолетовый. С мелким шнером. Карандаш от Stellar. Такой сиреневый. Цветы, наверное, Pantone. Но это уже давняя коллекция у них. Еще была до помешательства на эти цвета. Синий карандаш от Yen Sabo. Темно-синего оттенка. Мне, кстати, очень понравились карандаши от Yen Sabo. У меня есть вот такой вот темный синий и черный. Вот такой вот. Прям чистый золот. Светлый золот. Мягкий. Но я его такие оттенки вообще очень редко использую. Подводка. Мастер-пиз от Maybelline. Как и практически всех фетровых подводок. Кончик практически не рисую. Как хотелось бы. Только вот эта вот часть фетровая версия. Дальше еще один карандаш от Мастер Драма. Коричневый. Темно-темно-горичневый. Карандаш и тени два в одной. А вот он практически идентичный карандаш. Смотрите. Небольшое отличие есть по оттенке. Но цвета практически одинаковые. И с ними идут тени. Такого вот персикового оттенка. Практически не видно на руке. И последнее. Это уже название стерлось. Карандаш и тени для бровей от Maybelline. Карандаш достаточно твердый. Но хорошо рисую дурой. Я бы хотела более холодный оттенок. Но по-моему такого нет. Вот так рисуют. Это у меня Inna Tarte Blonde. И эту коробочку я поставлю в судовый головочек. И когда я крашусь получается эта часть будет так. Так. И вот. Всем привет. Здесь очень удобно краситься. И наносить некеш. Зеркало. Все у вас на виду. Вся косметика. Всем чем вы пользуетесь. Ну. Мы с вами молодцы. Мы навели порядок. На столе и в столе. Всем пока. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok